всем доброго дня пилоты с вами снова гиф и еженедельные новости в этом выпуске я расскажу о свежих новостях от разработчиков коих накопилось немало на мой взгляд а заодно расскажу о своем взгляде на пару вещей прежде всего огромное спасибо всем вам кто смотрит мои ролики давая понять что весь этот труд не напрасен у меня на этой неделе появился тысячный подписчик и это можно назвать маленьким праздником на канале и кстати я совместно с лакрулом доделал ролик об оружии не скажу что в нем рассмотрено все что есть но потрудились мы с ним немало ну а теперь перейдем к новостям разработчики крайне озабочены той проблемой когда игроки стремятся избежать потерь в бою и делают некрасивый финт ушами нажимаем alt f4 или закрывая процесс игры каким-либо другим способом такое поведение разработчиками расценивается как использование эксплойтов уже внедрена система телеметрии по отслеживанию подобного поведения и она будет наказываться мой личный взгляд разработчики на правильном пути в целом вселенной едины для трех режимов игры соло это одиночная игра без игроков приват групп игра только с друзьями и open play играть для всех игроков вместе если кто-то по каким-то причинам не хочет не может играть в open play никаких преград нет для того чтобы скрыться от внешних глаз от внешних угроз от этих в общем-то ганкеров да в большинстве процентов случаев даже при игре open play можно избежать и перехвата и смотаться побыстрее от врага даже на транспортнике конечно случай питон прихватил хаулер я не рассматриваю но как правило шансы всегда есть и неплохие от себя могу посоветовать но не летайте на последние деньги тогда в open play лучше сделайте пару рейсов соло если совсем прижало и брукс кстати подтвердил что вселенная един во всех режимах и меняться это или вводить какие-либо коэффициенты там понижающие для экономики для других режимов не будут названа дата выхода 1.1 на бета сервера это 3 февраля вторник но выложить могут и поздно ночью то есть уже в среду по москве и раскрывая дальше информацию по 1.1 разработчики рассказали о нескольких нововведениях первое из них порадует исследователей к описанию системы добавят информацию о том пилоте который первый исследовал эту систему и привез данные обратно эти данные будут забиты навсегда в информации системе уже исследованным системам с релиза это тоже относится и на мой взгляд это классная идея так как мне было бы приятно увидеть информацию о том что эту систему я исследовал первый ну а тем кто еще не успел застолбить свое имя у вас все впереди ведь согласно 59 рассылки на текущий момент игроки исследовали 615 тысяч 475 систем это 17000 в день или 732 в час или 12 в минуту но это все всего лишь 15 100 тысячных процента от 400 миллиардов систем если кто-то один будет продолжать с такой же скоростью то через 150 тысяч лет он закончит исследование однако вторая вещь куда разработчики позволят избранным писать свое имя это на борт капитал шипа это станет возможным после введения общественных целей разработчики еще приоткрыли завесу тайны над этой механикой первый пример когда одна маленькая нагородная фракция недовольная своими пятью процентами влияния в системе и хочет превратить их в 95 процентов исследуя поговорки о том что добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего чем только добрым словом эта фракция решает перейти от развоза пропаганды по системе с помощью пилотов постройки капитал шипа ну а так как для постройки капитала надо очень очень много всякого добра вот и вот и будут возить пилоты а тот кто больше всего привезет его именем могут и назвать этот капитал шип также в ответ на вопрос можно ли помешать общей цели разработчики ответили что нет но как правило общей цели будут выдаваться парно то есть вы можете выполнять противоположную цель чтобы она была достигнута 1 тогда 2 не сработает ну и конечно пиратствовать на никто не замещать не запрещает когда возят грузы второй пример общественных целей это экспансия не вне заселенной системы происходить это будет следующим образом разработчики совместно с ddf а ddf это закрытая часть официального форума design development форум по моему куда имеют доступ игроки внесшие 300 и более фунтов на кикстартере и в этом форуме закрытом такие игроки совещаются с разработчиками по поводу тех или иных решений в игре ddf он потом со временем выкладывается вместе с общениями разработчиков в открытый доступ архив дтфа и конечно разработчики прислушиваются и к тем людям которые пишут просто на официальном форуме но дефы скажем так привели привилегированная часть кто особенно сильно помог деньгами в тот момент когда игра в этом больше всего нуждалась вот и так разработчики совместно с ddf решают куда будет происходить экспансия потом туда направляется или строится на месте от пост силами игроков и финальная стадия собрать всем миром на станцию акулу старпорт и развернуть ее там на месте общественные цели будут управляться разработчиками то есть не не будут автоматически запускаться почему так а не иначе есть информация что основные события во вселенной элиты уже расписаны на много лет вперед и общественные цели это один из способов вызвать интерес игроков к таким событиям собрать их вместе и и автоматизировать это не будут вот именно потому что уже есть готовая сюжетная линия и какие-то глобальные события разработчики будут запускать сами они делают так чтобы одновременно в ста системах строились капитал шипы разработчик искусственного интеллекта прокомментировала вопрос игрока о том что интеллекта и оставляет желать лучшего корабли лазают под пушки во-первых она ответила что он данный момент она работает над тем чтобы нпс активно уклонялись это так причем делать это будут компьютерные пилоты в зависимости от своего ранга совершенно по-разному и уклоняться они научатся не только от атак но и других объектов начиная с кораблей кончая станциями астероидами разве что отметила на большие корабли не будут уклоняться от маленьких но вот это все счастье появится в игре только с 1.2 вместе со звеньями но грустный на огонь небольшой уже будет а в 1.1 то есть случайная пуля не вызовет нападок полиции на вас возможно также в 1.1 исправить сопротивление щитов и она будет выглядеть не так как сейчас напомню сейчас вся энергия направленная в системы дает 60 процентов к сопротивлению щита половина энергии всего 10 процентов сопротивления майкл брукс также отметил что не будет пока в 1.1 не пока а в 1.1 точно не будет новых кораблей но в ближайшее время обещал дать новых картинок с этими кораблями надеемся что к 1.2 разработчики подтянутся хотя бы несколько кораблей выпустят и на этом новости заканчиваются и когда мы заговорили о кораблях я позволю себе пару минут поразглагольствовать о нерфе питона да и в целом о нерфах все вы понимаете что в игре должен быть баланс это нормально и те кто играет в разные онлайн игры знает что игры постоянно балансируются с помощью патчей заплаток дополнений так как с появлением новых вещей которые вводят разработчики или открытием игроками механика которых разработчики не подозревали требуется изменения поэтому если говорить конкретно о питоне я его и не имею но по характеристикам которые у него вижу я считаю что он слишком универсальный трюм как у клипера большой в два раза более мощный щит если не больше меньший размер он может садиться на вот посты лучшее вооружение расположено она гораздо более удобно чем у клипера поэтому он если он больше боевой там какие-то вещи по типу трюма я считаю надо резать то что какие-то игроки на питонах жалуются что пара вайперов за 2 миллиона его разбирает нет с ними соглашусь что не должна пара вайперов это делать но например несколько кораблей уровня вайпер там 45 они должны создавать ему серьезную угрозу вайперы же напрягают его не потому что вайпер гипермощный корабль и потому что можно поставить двойные чафы которые дадут неуязвимость от турелей на какое-то время чем достаточно большое питон как клипер как анаконда как все большие корабли он конечно летает ну как минимум с гимбалами а скорее всего это даже будут турели а вот поэтому нужно резать чапы я думаю разработчики это видят и каким-то образом они это подправить чтобы нельзя было делать бесконечные чапы второй вопрос это стоимость владения большими кораблями ну она и должна быть большой нельзя сделать так что ты вот но накопил там даже на анаконду там 150 миллионов ну что такое 150 миллионов но если ты имеешь ты 90 наверное ну 6 7 миллионов в час ну один выходной игры у тебя корабль на котором пути больше ничего не надо ты король мира нужно сделать так чтобы тебе было на этом корабле летать тяжело в определенном плане чтобы ты не мог на нем и по грибы и куда хочешь да еще это еще за три копейки чинилась поэтому опять же взвод звеньев я надеюсь появятся целые шайки пиратов целые шайки охотников за головами охранники торговцев караваны когда каждый игрок будет на своем корабле выполнять свою роль и там будут нужны и питоны как сильная огневая мощь и быстрые вайперы и кобры и новые корабли которые появятся и все это позволит игрокам именно взаимодействовать между собой и устраивать уже такие более серьезные пвп потому что как бы не было о том что говорил раньше что это элита игра про одиночество все смещается фокус потому что игра становится более такой коллективной разработчики идут к этому но живем увидим на этом я выпуск заканчиваю и до встречи уже я думаю в обзоре про 1.1 а с вами был пилот гиф всем удачных полетов удачных полетов воин века это пытается лимика Продолжение следует... Продолжение следует...